Схиегумен Ефимий Тимаков, по-моему, если не ошибаюсь, фамилия. Ну, мало кто о нем знает, он сослан был в Казахстан, но Схиегуменом он стал уже в глубокой старости, а в молодые годы Иван его звали, и была у них крестьянская семья, там еще братья, сестры, родители. Ну, отец вот умер уже, когда коллективизация. А так как они были крестьянами с большим хозяйством, то у них решили отнять хозяйство, и так как они поначалу не вступали в колхоз, то вот приходят, ну, кто там, уполномоченные, и говорят, вот где ваша мама, вот мы будем ее сажать за то, что она вот удерживает все это добро крестьянское. Ну, а ее в это время не было дома, тут же они сказали, что вот она там уехала, и у братьев, в общем, решили скрыть, и когда вот этот услышал Иван про то, что вот маму хотят посадить, то он говорит, вспоминает, что у него голова разболелась, ноги он еле волок, вот, и, ну, братья говорят, ну, ты скажи, что вот она там далеко, и, значит, когда он им говорит про это, опять они приходят, говорит, и они ему отвечают, ну, раз так, то тогда ты вместо мамы поедешь в ссылку. И вот забирает его, и вот он говорит, что вот тут у меня вдруг родилась такая радость в душе возникла, какой у меня вообще никогда не было, и у меня сразу голова перестала болеть, и ноги мои уже бодро пошли, и я поехал в ссылку, веселая такая радость, то есть другие идут там печальные, унылые, а на меня смотрят и не поймут, что это он там с головой, что ли, у него, что он радуется. А причем он уже был женатый на тот момент, и маленький ребенок, и вот они поехали, и он впоследствии вспоминал, когда его спрашивали, какой день был самый радостный, он говорит, самый радостный день был, это когда я именно вот вместо мамы поехал в ссылку. А почему так? Потому что в нем проснулась вот эта вот жертвенная любовь, что он как бы вместо вот мамы пострадает, и что это вот такое добро, которое вот ни с чем не сравнить.